Онлайн-дискуссия. Юридические аспекты оказания первой помощи. Тема вторая. Самые распространенные ошибки оказания первой помощи. Продолжаем дискуссию в прямом эфире. Нина Львовна, при оказании первой помощи часто совершаются ошибки. Предлагаю посмотреть отрывок из учебного видеоролика, который мы подготовили с вашим участием, и прокомментировать ситуацию. Продолжение следует... Да. Хорошо, сейчас. Так, значит... А, вот. Ага, ага. Ага. Ай! Петя! Ты че так неаккуратна-то? Вер, скорую вызывай! Спасибо. Ой-ой-ой. Что случилось-то? Да вон смотри. Ой-ой-ой, как же тебя... Как же тебя угораздило-то? Мне надо на случайно наткнулся. Слушай, я слышала, что если напоролся и внутрь туда попало, так нельзя доставать. Опасно. Надо это обратно вставить. Давай ставим. Давай. Нина Львовна, что скажете? Дело в том, что когда мы писали сценарий к этим роликам, я старалась вспомнить абсолютно все ошибки, которые допускаются при оказании первой помощи. Мне кажется, получилось. И когда я провожу курсы, я стараюсь... Ну, во-первых, с чем я сталкиваюсь? С тем, что процентов 50 времени от всего курса я объясняю, откуда взялись какие-то байки про оказание первой помощи. Вот почему именно так рекомендовали? Откуда ноги у этого растут? Потому что очень часто я слышу фразу, так, вот еще с древности, ну, условно, вот при эпилепсии стаскали с собой ложку, которую тряпкой оборачивали, и всегда вот в зубы, условно ее там сдерживали зубами. Пока не... И вот вы нам сейчас рассказываете, что этого делать не надо. Ну, как же так? Вот кому нам теперь верить? Нет дыма без огня. Все ситуации, вот все, что мы не говорим, что мы не предлагаем, у нас есть... Вот всегда есть где-то корни вот этого всего, да? Поэтому пока не развенчаны вот эти мифы, говорить о том, как надо, совершенно бесполезно. Поэтому куча времени тратится на то, что... Я не то, что рассказываю, как надо, а как делать нельзя, почему? Ну, как правило, дальше не возникает вопроса, как надо, потому что люди сами понимают, где ошибки. И вот, возвращаясь к той же эпилепсии, да, носили ложки, только ложки носили не все, точнее, не только эпилептики, да, все носили ложки, потому что кушать надо чем-то, поэтому ложка в сапоге была. А вот эпилептик, он носил ложку и действительно ручку оборачивали, деревянную, заметьте, ложку-то, да, оборачивали вот этой тканью, потому что есть категория эпилептиков, да, которые чувствуют начало приступа, да, и у них есть несколько, там, секунд, а то и минут на подготовку к тому, что сейчас начнется. И действительно он доставал эту ложку, которая была недалеко в сапоге, да, убрал в рот и зажимал зубами, чтобы когда приступ начнется, чтобы зубы, а зубы не покрошить. Потому что со соматологией там еще сто лет назад было совсем плохо, имплантов не было, и, ну, все-таки вот такая штука, если хотелось бы сохранить ее, зубки, они такие вот, даже сейчас, дорогостоящие удовольствия, поэтому там-то это логично было. А вот сейчас зачем эпилептику, которая уже бьется в припадке, разжимать зубы, ломая их? Ну, то есть это... Не нужно. А нужно ли засунуть обратно этот предмест? Да, значит, вот это вот тоже ситуация с инородным телом, причем в области грудной клетки это особо принципиально, потому что идет разница давлений внутри грудной клетки, да, и атмосферного давления. Значит, действительно очень часто я слышу о том, что, ну вот, если инородное тело там, вот оно там и находится, и никакой разницы давления у нас нет, то есть все пока сдерживается. Если инородное тело выпало, ну, логично, так, я так подозреваю, для народа-то, ну, значит, надо назад, наверное, запихнуть, да? Оно уже там должно остаться. Есть менее травматичные методы, которые в этом же ролике показаны, как сделать так, чтобы вот назад эту штуку не запихивать, да, то есть там достаточно было просто прикрыть ладошкой, чтобы герметизировать вот эту вот рану. Герметизация раны – это только область грудной клетки и повреждение сосудов шеи, да, причем именно венозных сосудов. Но вот это вот вставление инородного тела в рану – это, конечно, лишнее телодвижение. Действительно, таких ошибок у нас куча в разных совершенно ситуациях. То есть это посадить при обмороке, чтобы там вот вещи не, не дай бог, не испачкать, да, вот если человек там где-то на асфальт плюхнется, да, это вот это инородное тело. Что касается эпилепсии, это вообще байка на байке, лед, который, значит, которому надо растирать. Причем я за 10 лет своей деятельности, именно вот как преподаватель первой помощи, я стараюсь все собрать вот эти все байки и посмотреть, откуда ноги растут. И на самом деле, вот что касается растирания льдом, я даже здесь нашла корни такого ценного совета, да. В 1974 году вышел на экраны страны замечательный совершенно фильм «Звезда пленительного счастья». И вот там, в районе где-то Иркутска, когда вот их ведут на каторге, да, он обморозил ноги, и супруга ему растирает ноги снегом, да. Потом в этом же фильме еще и щеки там тоже снегом растираются. Я всегда начинаю с того, что вот когда провожу какие-то курсы, а вот мы в кино видели, я всегда начинаю с того, что, ну, в кино-то мы видели, только у нас ни сериал «Интерна», ни «Доктор Хаус», ни даже восхитительный фильм «Звезда пленительного счастья», это не инструкция, а показанию первой помощи. У нас все-таки есть законодательство, у нас есть учебно-технический комплекс Минздрава теперь, да, вот с 2019 года. Ну, наверное, можно там информацию получить, а не... В художественных фильмах. Да, в той «Хокме», «Окей, Гугл», «Как принять роды». Ну, так не работает все-таки, да. Коллеги, у нас готов еще один ролик, прошу вас показать. Привет. О, привет. Ну, ты что, смотрела вчера последнюю серию за полчаса до падения? Слушай, не, не успела, так хотелось. Да ты что, они там такое накрутили в финале, да. Да? И что там было? Сейчас компьютер включу, расскажу. Давай, давай. Что случилось? Я что-то током долбанула. Током? Ну да, я, наверное, вилкой по мокрому полу, а потом в розетку, не знаю. Ну, с тобой как, все нормально? Да ничего, нормально вроде, просто испугалась. Ну, вот здесь-то, мне кажется, совсем простая бытовая ситуация. Много раз в жизни нас бьет током. Это случается не только на работе, но и дома. Какие здесь неправильные действия? То есть, казалось бы, ну что там они неправильно сделали? Ну, спокойненько сели, вызвали электрика. Здесь проблема в том, что, как правило, вот мы не представляем, что может произойти через два шага, да. Говорят, вот врач шесть лет учится, да, а потом еще всю жизнь на своих ошибках. Есть такая штука бесценная, называется опыт, да. И если этого опыта нету, а знания подчеркнуты, так вот, знаете, поверхностно, то есть мы что-то где-то слышали, и ситуация-то вроде, ну действительно, она полубытовая, то есть подумаешь, там мокрый пол, подумаешь, вот это вот какая-то незначительная электротравма. Но, как правило, все это продолжается, вот такие действия сотрудников, как мы показали в этом клипе, до первого эффектного несчастного случая где-то на производстве, да. Потому что у электротравмы, я тоже всегда об этом говорю, есть особенность, что действительно происходит рефлекторные остановки сердца, и причем самое страшное, что происходит это не только в момент электротравмы, но там-то понятно, да, а, как правило, еще и отсрочено, там вплоть до 21 дня, это связано с электрической активностью сердца, и поэтому, с другой стороны, человек, который вот лампочки проверяет, вот намочив пальчик слюной, да, его, наверное, госпитализировать-то будет очень сложно, и все это происходит, вот он проверяет, проверяет до такого какого-то эффектного несчастного случая, и потом на какое-то время организация включается, значит, проходится обучение, всем рассказывается о том, что при любой электротравме необходимо ехать в стационар, обязательно снимать кардиограмму, смотреть электрическую активность сердца, да, смотреть, нет ли сбоев ритма, и все это через какое-то время забывается, и опять до эффектного несчастного случая. Если причем он скрыт, об этом никто не узнает, и все продолжится так, как есть дальше. А вот если он выходит за рамки организации условно, да, то вот в этом случае мы все знаем, мы все предупреждаем, потом опять раз, вот, ничего не происходило, ну, и забыли. То есть даже от такого удара током может что-то произойти? Да, причем я вот когда сталкиваюсь с людьми очень опытными, да, вот они-то об этом знают. Ну, их, как правило, никто не слушает, что вы здесь нагнетаете, да, это вообще ни о чем, да, это у нас вот сто раз такое было, сто раз было, на сто первый уже мало не покажется, причем не только работодателю, но и родственникам. А что происходит? Происходит рефлекторная остановка сердца при электроправне. То есть вот этот обычный удар током, оно сразу происходит? Сразу третий день, как правило, вот есть дни опасные по смертям, по электротравне, вот такие дни есть, опасные по смертям при ожогах условно-термических, да, я все объясняю на своих занятиях, да, почему так происходит, почему именно эти дни. Есть дни опасные по жировой эмболии при переломах, тоже такое дело есть, и есть дни опасные по рефлекторным остановкам сердца при электроправне. Даже вот на первый взгляд, даже сознание не терял. Ну, вообще есть ситуация, это ни о чем. Ну, чего мы сейчас в больницу поедем? То есть нужно ехать в любом случае в больницу? Только давайте сразу, мы не едем в больницу, мы вызываем бригаду скорой помощи. Потому что, конечно, очень хочется поехать в больницу самим, потому что ситуация яйца выйденного не стоит. Но если остановка сердца происходит у вас в машине, есть водитель, который везет, и есть человек, который сидит даже рядом. Вот давайте себе не врать, да, я тоже обычно предупреждаю, врать можно кому угодно себе, вредно для психического здоровья. Что наш водитель сможет сделать с пострадавшим, даже при том, что его там каждый год правильно складывают ручки, да, и место куда давить? Скорее всего, он не сделает ничего. Если мы вызываем бригаду скорой помощи, во-первых, там люди все-таки работают опытные, да, знающие, что такое может произойти. То есть для меня, как для врача или фельдшера скорой помощи, это не является, ну, не удивит, так скажем, да. Чем-то это вон в окружающем. Да, а для человека, который не связан, который не понимает последствия для него, это будет, конечно, катастрофа. И ресурсов выполнить реанимацию достойно, да, реанимация, оживление, у меня, как у врача, а уж тем более в стационаре, либо в машине скорой помощи, гораздо больше, чем у сотрудника где-то на работе. Ну, кстати, о ресурсах. Я так вижу, у нас готов уже третий ролик. Коллеги, покажите его нам, пожалуйста. Привет. Я ногу сильно натерла. У тебя есть лейкопластырь? Ой, знаешь, в аптечке надо посмотреть, там точно должен быть. Спасибо. Я бы еще йодом хотела рано обработать. Здравствуйте, девушки. Что ищем? Йод ищем. Йод в аптечке вы точно не найдете, так же, как и перекиси, и нашатерного спирта, и даже зеленки. Их там просто нету. Почему? Если кровь пойдет, чем рану продезинфицировать? Дезинфицировать рану должен врач в больнице под анестезией. А задача первой помощи сделать так, чтобы в рану дополнительно ничего не попало. А для этого в аптечке есть салфетки и бинты. Нина Львовна, что скажете? Как правильно, что ли, обучать людей оказывать первую помощь с тем, что у них есть? Потому что мне точно хочется йодом сделать сетку, несмотря на то, что я прохожу ежегодно эти обучения. Я являюсь инструктором массового обучения. Но вот какие-то всплывают во мне периодически вот эти, не знаю, что ли, суеверия, да? И мне хочется и йодную сетку, и перекисью водорода все залить. Да, конечно, хочется. Стан Сан, даже не только вам хочется. Наверное, хочется всем, потому что то ли мы в детстве не наигрались в учителя и врача, вот у меня такое ощущение, что где-то мы что-то недополучили. Причем некоторые в космонавта же еще играли, да? Вот с космонавтом как-то отпустило, а вот с учителем и врачом никак не отпускает. Очень хочется сделать как лучше. Получается, как правило, как всегда, аргумент один и тот же врач так делает. У врача и у меня, как работника на производстве, разные знания, разные ресурсы, да, и разные условия для оказания первой помощи. Медицинская помощь очень сильно отличается от первой, и вот ей-богу, первая помощь к медицинской никакого отношения не имеет. Что касается аптечки, мне очень часто на обучении задают вопрос, а вот вам, нашей аптечке, вот сейчас я, как правило, уже все-таки перешла на 13.31 состав аптечки, да, вот вам, вот что бы вы сами доложили, вот если вы будете оказывать первую помощь, вот пострадавшему, да, что вам хочется доложить в аптечку. На самом деле, вот если честно, ну я вот предлагаю обычно себе не врать, я тоже людям врать, ну могу себе позволить не врать, да, на самом деле мне ничего не надо докладывать в эту аптечку, вот мне там больше ничего не нужно. Мало того, самое неприятное в этой ситуации, а для меня очень приятное, то, что мне даже вот эта аптечка не нужна для того, чтобы выполнить основную функцию первой помощи. А основная и, наверное, ну их две функции, да, первая, это дотянуть пострадавшего до приезда бригады скорой помощи, и вот вторая, они почему-то все, ну, как правило, забывают, это сделать так, чтобы человек не остался инвалидом нашими же действиями. Мне ваша аптечка не нужна. Я справлюсь подручным материалом. Я не буду ждать, пока мне принесут аптечку. Я не сделаю ничего лишнего, потому что любое лишнее телодвижение, оно может за собой повести какую-то ошибку, да, с которой мы уже не знаем, как справляться. Ну вот, к примеру, да, та же самая перекись водорода. Ну, такой шикарный препарат, и такой антисептик восхитительный, и всегда вот в рану лилии, и врач-то так всегда делает. У меня вот здесь все просто. Что касается перекиси водорода, я сразу предлагаю вспомнить химическую формулу перекиси водорода. Ее сразу все вспоминают. Если не вспоминают, я напоминаю, что водород – это H, оксид – это O, формула там H2O2, медицинская перекись трехпроцентная. Вот мы ее полили там условно на ссадину, она зашипела, запенилась, весь там грязь, весь асфальт вымыл из этой ссадины. Осталась у нас H2O, ну, я думаю, что всем знакомая формула, да, и кто же вам сказал, что это антисептик. Есть 36-процентная перекиси водорода, которые действительно являются антисептиком. Она сожжет все, вот на что попадет. В руках она у нас вообще не может никаким образом оказаться. То есть навредить можно. Что касается трехпроцентной перекиси, во-первых, это не классический спиртовой антисептик, потому что вот это просто вода с вот этим вот лишним атомом кислорода, да. И второе, то, что вот когда мы ее полили на условно на ссадину, она шипит, пенится, вышибает оттуда вот эту всю грязь. Лучшей механической очистки не существует, но вместе с грязью она же и тромбы вышибает. Поэтому кровотечение не просто не останавливается, оно и усиливается, да. На что, да, все согласны, все понятно. А врач зачем использует? Да врач-то использует для той самой механической очистки, но когда я использую перекись водорода, условия у меня и у вас чуть-чуть разные. У меня, я ее лью в рану, причем вот в шприц набираю, вот прям под давлением выливаю в рану, да, чтобы оттуда выбить вот эту всю грязь, которая там есть. То есть механическая очистка. Когда я это делаю, у меня, во-первых, у меня пострадавший, больной для меня, да, он в наркозе. Я наживую никогда это делать не буду. Либо наркоз, либо в крайнем случае анестезия местная, да. Второе, когда я это делаю, у меня вот здесь стоит ящик-когулятор, если там что-то прям, тромб это у меня и у вас выбиваются, да. Если что, постараюсь вот прижечь эти сосудики. Человеку не больно, опять вот я сюда же возвращаюсь. Если не получилось, ничего страшного. У меня есть зажим, в конце концов, если совсем ничего не получается, я расширяю рану, нахожу порванный сосуд, беру на зажим, вот тут медсестра у меня в помощь стоит. Что у нас есть для оказания такой помощи в офисе, в гараже, в транспортном цехе, да, на рабочем месте. Ничего нету, да, ни медсестры, ни анестезиолога. Есть одна перекись водорода. Поэтому перекиси водорода теперь там тоже в этой аптечке нету. Потому что здесь варианта два. Либо обучать и объяснять, да, и докладывать тогда перекись в аптечку, тогда она будет использоваться только по большой надобности. То есть это какие-то ссадинки для тех, кто виды крови не боится, да. Либо ее ничего не объяснять, но выкинуть из аптечки. Мне кажется, первый все-таки вариант объяснять, учить, объяснять, в каком случае, да, в каком случае нет, он более гуманный по отношению к нашим гражданам. Но не настолько мы тупы, чтобы это не понять, да. С другой стороны, ну, если учиться-то совсем не хочется, в этом случае, наверное, тоже как вариант просто ее убрать, чтобы доступа не было. Но самое главное, в этой ситуации, если ее убрали из аптечки, это не значит, что она там снова не появилась, да, ну, потому что кто-то из дома принес, хотели как лучше, либо сходили, купили ее где-то, использовали. Коллеги, у нас действительно появляется очень много вопросов по наличию тех или иных препаратов в аптечке. Я предлагаю перейти к нашей следующей теме и еще раз более подробно поговорить про правильный алгоритм действий на месте происшествия. Благодарим за внимание. Ссылка для просмотра полной версии дискуссии находится ниже в описании к видеоролику. Приглашаем к участию в наших бесплатных онлайн-мероприятиях. Анонсы вы найдете на сайтах Ассоциации «Безопасность и качество» и «Технопрогресс». Присоединяйтесь! Редактор субтитров А.Семкин